Нукутский район, посёлок Целинный. Новая школа здесь нужна давно. И завершение строительства ждут все. Учебное заведение рассчитано на 154 ребёнка. Сейчас идёт внутренняя отделка и благоустройство территории. Глава региона Игорь Кобзев лично проверяет строительство. К первому сентября школа должна быть полностью готова. Будем стараться? Слово «будем стараться» вы должны не сказать. Уверен, три восклицательных знака, что 1 сентября дети пойдут в школу. Надо график сделать. Стараемся сделать, вас не подведём. Помимо школы в Нукутах строят Дом культуры. Новое учреждение будет многофункциональным. На его завершение выделят более 77 миллионов рублей. Для того, чтобы в перспективе содержать большие дома культуры, его надо, как сказать, втискивать туда ещё несколько учреждений социальных. Это Дом культуры, детско-музыкальная школа и центральная межпоселенческая библиотека. Ещё району нужен многофункциональный спортивный центр по развитию национальных видов спорта. Сейчас в посёлке Ново-Нукутске работает Фокунга-Арена. Здесь занимаются взрослые, дети, работают секции. Но для крупных соревнований такая площадка не подходит. Глава региона даёт поручение разработать техническое задание на проектирование нового спортцентра. Программа уже пишется под детей специально, чтобы третьим часом можно было эти виды спорта культивировать, чтобы наши дети могли и запречь коня, и стрельбу из лука, и легкоатлетики, чтобы могли пробежать. Поэтому этот Фок, он просто на сегодняшний день необходим, потому что зимний период времени у нас появляются проблемы. Ещё один пункт рабочего визита – мост через реку Ей на дороге Золари-Жигалова. Он давно пришёл в негодность, поэтому вместо старого сооружения возводят новый мост. Ремонт ведут и на самой дороге. На месте старого моста возводится новый мост. Мы демонтировали его. Обратите внимание, это уже новое искусственное сооружение. Внимание и на сельское хозяйство. Глава региона поручил создать реестр базовых хозяйств агрокомплекса Иркутской области. Один из претендентов – хозяйство «Приморский». В нём больше пяти тысяч голов крупного рогатого скота. Выращивают зерновые и кормовые культуры. Реестр базовых хозяйств поможет фермерам эффективнее реализовывать продукцию. Чтобы они имели хорошую производственную базу, производственную деятельность, эффективными хозяйствами, чтобы они имели переработку растеневоческой продукции, либо животноводческой продукции. И они могли бы в рамках производственной кооперации взаимодействовать с малыми формами хозяйствования. Именно в рамках такой производственной кооперации я считаю, что будет развиваться успешно в нашей территории. По словам Игоря Кобзева, Нукутский район – образец эффективного привлечения финансирования. Всего в этом году на реализацию проектов муниципалитету выделят около миллиарда рублей. Очень важно, что и муниципалитет соучаствует во всех федеральных и региональных программах. Это важно. Он ищет способы проектных решений, активно участвовать. Конечно, мы будем помогать, в том числе 2021-2022 год. Уже спланирован ряд объектов, которые дальше будем вводить в последующие годы.